Этот год президент России объявил годом педагога и наставника в дополнение к этому в Кузбассе «Год детей». В приоритете строительства и модернизации объектов развития военно-патриотического воспитания все аспекты направлены на всестороннее улучшение жизни кузбасских детей. Особое внимание уделяется поддержке детей-сирот с прошлого года. В дополнение к предоставлению жилья выдаются сертификаты на приобретение жилых помещений. В конце прошлого года в Думу внесен правительственный законопроект, предусматривающий предоставление детям-сиротам старше 23 лет право на выплаты для покупки жилья. И мы говорим сегодня о жилищных сертификатах. И это одно из предложений нашего комплекса. Такие выплаты уже предусмотрены в 45 регионах России. И теперь очень важно обеспечить вот такой единый подход. Законопроект предусматривает, что право на выплаты получают успешно социализирующиеся в обществе сироты. Следствием можно будет воспользоваться как для покупки жилья, так и для погашения ипотеки на всей территории России. Кстати, в Кемеровской области действует льготная программа для детей-сирот на получение ипотеки на очень хороших условиях. Он может добавить сертификату, скажем, материнский капитал, может добавить ипотеку. Сертификат используют как первый взнос, но этот взнос будет уже в любом случае больше половины стоимости. Ему легко дадут льготную ипотеку. Он может взять в любой территории квартиру, он может взять квартиру любой площади, в зависимости, сколько у него есть детей. Поэтому на получение сертификатов очень хорошо отреагировали уже семейные пары, у которых есть дети, которые хотят получить сразу не маленькую квартиру на одного человека, а хотят получить уже жилье на всех. Заседание в режиме ВКС заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Александр Орехов отметил, что Кузбасс на протяжении последних лет эффективно решает поставленные задачи и находится в числе лидеров по обеспечению жильем сирот. В 2023 году из областного бюджета на обеспечение сирот жильем выделено более 2 миллиардов рублей. Из них более 1 миллиарда рублей планируется направить на сертификаты. Это позволит обеспечить жильем 1042 человека.